дмитрий александр здравствуйте вот мы до вас добрались уже видели первые сюжеты здравствуйте здравствуйте кто первый добровольец ну сначала надо ну садись вячеслав давай а я поснимаю пока давно на его спеть не сидел а еще что тут много медных проводов это просто крышка еще не закрыта не я понимаю я имею ввиду недорого ли в производстве получается намного дешевле чем магнитный намного дешевле чем она западна порядке самая дешевая машина которая может на сегодняшний день придумана это синхронная машина самый дешевый дома дешевле дешевле не ну и сейчас мы с вами сделаем вот такую вещь это соответствует скорости 10 250 километров в час сейчас садитесь больше не садись 2215 и ручку на себя и поехали на себя и поехали единственное что в огороде первое в истории человечества первое в истории человечества синхронный мотор колесо кстати эту штуку чтобы я там так рассказывать в чем уникальность этого изделия сегодняшнего дня считалось что невозможно создать мотор колесо высокомоментное с небольшой подрессоренными до сих пор все двигатели подобного класса делались либо коллектор не делались либо с использованием высококорцитивных магнитов постоянных значит вся все производство сейчас те модели которые представлены на рынке они все содержат высококорцитивные магниты с использованием редкоземельных материалов вот но они у нас в отечестве не производятся все это покупно на этот единственный патентно численный сегодняшний день полностью отечественный тот который можно производить в российской федерации аналогов пока что в мире не существует сейчас посмотрим и он 28 числа уедет в германию там в германии вот люди говорят почему в германии здесь на стенде не испытали ремонии во первых там есть несколько производителей контроллер но контроллер они самообучающиеся поэтому там у них подружим с этим контролем чтобы же людей было уверенность что они могут использовать не один контроллер ряд контроллеров с этим двигателем чтобы возможность выбора это первое второе то что почему-то нашим специалистам не доверяем у нас и еврожопы вот этот евролюбов они вот обязательно чтобы кто-нибудь рубежает и так далее не верят ну потому что ну да 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 поэтому там будут проведены независимые тестовые испытания которым мы никакого ничего не имеем заинтересованной стороны там нет и они выдадут то что не выдадут и тогда мы сможем на основании их результатов испытания мы выложить параметры это колесо хотя изначально ясно понятно что это колесо она для велосипеда очень мощно избыточный не чувствуется избыточная она уже мгновенно набирает скорость когда уже это еще замедленный разгон требуется но профессиональное управление то есть вот два уже скорость такая что во дворах но все кто на нем ездил это страшно ну да выходят за 60 и чувствует что там дальше мощность да да ехали 85 и 70 километров час еще запас есть но сейчас мощностью ограничено возможности батареи батарея всего 750 ватт час это ничто она ограничивает мощность на уровне 2 и 6 киловатт леса больше не позволяет мы сейчас мы можем вкачивать него 200 ампер в обморке да но он требует 400-500 ампер для того чтобы реализовать возможность потому что сколько бы не ездили на на обмотке холодной но чуть теплой там до 50 градусов это максимум при любых нагрузках какие перспективы на автомобиль например а вот это как раз и есть прототип мотор колеса потому что у нас сейчас пакет с этим 35 миллиметров все набор железа если поставить 70 это уже будет 40 килограмм при тысяче оборотов но соответственно можно поставить четыре колеса это будет 80 киловатт для легкого автомобиля уже очень хорошо это тогда уходит коробка уходят редуктор уходит кардан уходит задний мост как таково все это становится легче много желательно желание производить в россии вот спрашивают как с вами можно заключить договор о производстве совместно какое ваше видение в принципе мы позиционируемся как решение как проблема мы не стремимся создать само производство мы планируем использовать уже существующие производства литье на одном предприятии намок и в другом поэтому ни одного колеса не существует без магнитных пока единственное колесо можете даже посмотреть разницу на кате вот его чуть-чуть крутанул но свободно вращается и прощаться достаточно долго да а другие подруги в мертвую зону попадут нет магниты будут давать являться вновь давай я приподниму я начинаю вращать вращаться дальше я понял магниты сопротивляются вращению почему другие производители не дошли до такого технологического решения а у них не было славянки совмещенных обмоток вот и все со стандартными обмотками получить такие результаты пока никому не удавалось это именно за счет обмоток получается не за счет обмоток а за счет мышления то есть технологии расчета не даже не видела этого что это возможно получить на стандартных обмотках считайте не считать и ничего я и говорю что получается не было теории это не было теория она была но дело в том что я на сегодняшний день нигде не видел теории асинхронных двигателей сколько бы мне не рассказывали покажите открываем справочники смотрим вот формулы формула потом бац данные берем оттуда из этой таблицы из этой из практики собрали все коэффициенты практически подставили а дальше опять вышли пошли считать по форму сквозной теории мы тут чуть-чуть прикинули если четыре таких колеса то это уже можно машины а ведь мы планируем в конечном счете машины почему с ребятами сколько занимались они говорят надо у двигателя уже которые мы променяли на электромобилях давайте выпускать или ребят не надо это делать потому что не надо повторять ту идеологию которого обычно автомобиля с двигателем внутреннего сгорания необходимо новая идеология мотор колесо невозможно посмотрим а почему говорят что мотор колесо невозможно по какой причине потому что большая масса или большая масса не под агрессорами да вот здесь масса небольшая потому что все колесо в сборе 20 киловатт весит 18 килограмм вот если мы сделаем 40 будет не тяжелее вот это колесо потому что там же стоит ступица на которой все это стоит редуктор на нам кулаки там все это мост и так далее если приведена масса взять и этого они уже одного уже разговоров достаточно другой тут же вот смотрите концепция какая посмотрите на тот двигатель у него вращается вот все да вот крышка корпус крышка все вращается а здесь он выполнен по другую идеологию он консольный у него одна объясните на примере покажите вот на например если посмотрим видите вот эта вот часть неподвижно да да в отличие от того да если да раскручивать но вопрос даже не в этом дело в том что она выполнена уже как то колесо сделано это одноос на которой садится барабан данном случае с белящей клеткой а на него уже сажается колесо еще больше можно ли обойти ваш патент скажите пожалуйста пробую сейчас сейчас пробую пробуют уже уже пробую пробует уже больше года там роспатенте творится интересный событий но вы как вот разработчик как вы считаете вам удалось как зингеру запонятовать что отверстие находится на кончике иглы вот с мотором могут обойти или ваш патент такого что невозможно пока не удалось дальше посмотрим но надо садиться объединять усилия готовлю вы рассматривать народную корпорацию создание микрофинансирование граждан там массовое акционирование или как вы это дело смотрится без вопросов возможно можно можно пока мы с вами разговаривали вот третий раз звонили индусы индусы так так и чё хотят индусы выпускать хотят да они откуда прознали вы им скинули материал уже до работаем с ним работаем направление с китайцы приедут тоже работа у них на сегодняшний день в эксплуатации уже больше 140 электро велосипедов за 40 миллионов миллионов электро велосипедов у них есть рикши и туктуки по 6 человек возлюда им нужны именно вот подобного мотора почему он таким и был сделан мужчина для индусов для китайцев это представляет интерес и они не занимаются болтовыми как наши а то сразу же было неприятно с тесла значит устроили пробег киев монте-карло в поддержку украины и одессит выставил запорожец с нашим двигателем ну как в анекдоте 600 мерседес и запорожец и марафон устроили два этапа результаты были аннулированы потом запорожец приходил на этапы там уже не было зарядки но тем не менее до финиша доехал финишировали напротив дворца принца альберта принц альберт заглянул под капот и все после этого автобусом ударили нулевую машину ударили теслу и ударили запорожецем они надеяли что он там останется и на автосервисе не смогут посмотреть че же это за дива которая едет не хуже теслы а пробег еще и больше на одной зарядке но там наши партнеры к ним загнали просто и никому не дали в эту машину забраться поэтому то он и соревнование с теслой у тесла водяное охлаждение жидкостное охлаждение у запорожеца воздушное и запорожец уделан причем запорожец автор это запорожец его сделал за месяц изготовлен и вот корпорация алана макса до 32 миллиарда капитализации и простой парень который там своими руками сделал и сделал анимации ну так на всякий случай получилось как в анекдоте скорость 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 и Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Да, это как раз говорил Дмитрий Александрович, что для автомобиля. Ну да, вот направление развития лаборатории «Глобальная волна», дорогие друзья, делать автомобили на мотор-колесе. Да, Владимир Владимирович прокатился на ее мобиле и все, и заглох. Хотя специалисты говорили, сколько там они ввалили, 20 миллионов или 200 миллионов. И не пошло, не пошло. В ее мобиле не было двигателя. Мы с ними пытались сотрудничать, предлагали нашу разработку. Ну, они пошли к тебе в десну. Ну, в общем, я думаю, что проект скорее был политическим, чем коммерческим. Да, да. Это основная причина, к которой он не пошел. Можно было все сделать. Ладно. Всевышний. Всевышний. Имен у него много, но лик у него один. Все, стоп. Продолжение следует...